И всем привет, ребят, с вами Мастер Банк, и я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы продолжаем обзор обновленных дронов. И начнем сегодняшний видеоролик с обзора Гипериона. Относительно недавно у нас вышел топ дронов, в котором я Гипериона поставил на первое место. И сегодня я попытаюсь реализовать этот дрон на максимум. Показать, на каких вооружениях он работает лучше всего. Ну и с чем его можно очень качественно реализовывать в рамках матчмейкинга на сегодняшний момент времени. Ну а если вам нравятся видеоролики, посвященные игровой тематике, то обязательно не забывайте поддерживать данный видеоролик. Лайк, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игры в аккаунтике, установить ему личный тактемп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланировайте форм, которая есть в описании. Что же касаемо нашего вооружения. То сегодня я бы хотел бы попробовать поиграть сразу же на нескольких и пушках и даже может быть корпусах. Начать все это дело я бы хотел бы с пушки, которая в моем понимании наверное работает одна из лучших в рамках гипериона. Это страйкер, в моем случае это страйкер с гиперионом, в вашем случае это может быть, ой, страйкер с гиперионом, говорю, страйкер с дистанционным подрывом. В вашем случае может быть любое устройство, даже не дистанционка, условно там адреналин, либо любое устройство из ультраконтейнеров, относительно которое недавно появлялось. Это что метеор, что гидра, что вакуумная дистанционка, что... забыл название, фауст. Что фауст. То есть любое из этих устройств может очень качественно работать, хотя по сути вот здесь можно даже и с условными там бронебойными боеголовками играть и спокойно все это дело реализовывать. Но, как вы знаете, я люблю дистанционку, поэтому я беру именно ее, беру гипериона, ну и по ходу боя мы вообще возьмем еще и переоденемся на другое вооружение, раскроем еще и средние дальности пушки, потому что я говорил, что на сегодняшний момент времени гиперион это тот дрон, который работает с практически любым вооружением и в любом режиме, поэтому мы пикаем быстрый бой. Ну и будем пробовать все это дело качественно и грамотно реализовывать. Запикивает меня на регби, на редалерт. Шикарнейшая карта, если честно, для реализации вот этого всего дела. Ну и респы у меня, кстати, поменялись что ли на редалерте или нет? А нет, наверное, все так же самое, как и было. Попробуем сразу агрессивно подпушить, за счет того, что у меня гиперион, есть возможность и пожить подольше. Лагает здесь у нас противничек и даже сразу вылетает, какие-то лаги у нас на серверах по ходу происходят, потому что я вижу, что противники здесь выходят и не могут по ходу дела даже загрузиться. Не знаю, что за прикол. Но все противники просто бы уходили. Если вдруг это будет быстрая катка, то мы, конечно же, сыграем еще одну. Не знаю, что тут у нас опять с танками происходит интересного. Но постоянно у нас есть какие-то вот такие вот вещи непонятные, когда тут игроки вылетают с карт. Просто вроде как запикались. Полный состав игроков и просто бам! И все вышли. И непонятно, то ли они просто ливнули с карты, то ли это какие-то лаги серверов, из-за которых игроки покинули этот бой. Но надеюсь, что сейчас противнички у нас по-быстренькому зайдут. Так, гиперион, что касаемо своих функций и своего дрона, имеет самую важную часть. Это, конечно же, расходку на постоянной основе. То есть у вас есть все припасы на постоянной основе, плюс у вас есть довольно быстрый кулдаун аптечки и мины. То есть вы можете и мины часто ставить, и можете аптечки юзать, за счет этого долго жить и реализовывать на максимум свое вооружение. Например, вот брусейдера страйкер в этом плане смотрится очень круто. То есть у вас есть вооружение, которое при долгой жизни будет очень большое количество очков зарабатывать. Ну и плюс у вас есть возможность наноски очень большого урона. Мы уже быстренько оформляем вторую доставку, пока противничек тут что-то еще непонятное в себя приходит, либо тут вообще заходят-выходят игроки, поэтому если что мы турбокаточку здесь сыграем и еще один бой реализуем. Лучшее, наверное, вооружение для реализации гипериона на сегодняшний момент времени это вулкан с пульсаром, ну либо с адреналином, который вы можете использовать, успею, да, успеваю, успеваю выдать сосуль, который вы можете использовать с крусейдером, с аресом, что с одним, что со вторым корпусом будет все идеально и четко работать. Берете ему уночку от поджога, чтобы зажимать, спокойно пробегал, и наносите колоссально огромнейшее количество урона, да. Но так как вулкан особо сильно в таких комбинациях не любят и не ценят, я решил его сегодня не использовать, а решил использовать мою одну из самых, наверное, любимых пушек на сегодняшний момент времени, ну и вообще, в принципе, в игре. Да, пробуем реализовывать еще одну доставочку, здесь у нас довольно слабый противничек попался, плюс противники заходят-выходят, за счет этого мы, конечно, быстрые доставочки наши оформляем, тут уже, по сути, даже не в зависимости от того, на каком бы я бы дроне был, я был бы, у нас бы реализация бы наша бы работала. Так, ну и хотелось бы мне еще попробовать, может быть, какую-нибудь уудишку прожать под оппонента, пытаются здесь у нас викинга фриз под доставочку сыграть, успеваю его быстренько страйкером здесь выключить, так, ну и пробуем, наверное, через правую зонку въезжать под доставку, дроповую аптечку я забираю, и это, если честно, не очень хорошо, здесь возможность прожать овердрайва под два противника, ну и даже с тем учетом, что я здесь сливаю только одного и наношу еще одному тысячу урона, это вполне себе неплохая реализация. Спасатель тоже в моменте неплохо сейвит, так, ну и пробуем сейчас в еще одну доставочку выйти, в еще одну доставочку выйти, блин, не успеваю доставить из-за того, что у нас повышенный пинг, скорее всего, ну, либо я просто не зацепил под зонку доставочки, так, ну и противник пытается теперь сам реализовать момент, пытается оформить доставку, ну и по ощущениям у нас, кстати, здесь быстрой досрочки не будет, как наши два тиммейта отдают здесь доставку, я, честно говоря, не понимаю, но даже вот так вот бывают моменты реализуются и не в нашу пользу. К слову, противник вот здесь играет со смокой, интересный, который тоже очень много урона наносит, и он тоже играет, на каком дроне? А, ну, в качей играет, да? Ну, здесь, в принципе, и на гиперионе бы эта комбинация бы работала бы очень и очень круто. Так, противничек пытается под еще одну доставку сыграть, эту доставку уже хотелось бы мне обломать, конечно. И, конечно же, ему, чтобы мы уже тут не улетали так жестко, то, по ощущениям, у нас начинаются уже проблемы. Не успевая мяч выкинуть, есть шанс у оппонента сделать еще одну доставку. Ну, а тем временем я уже практически сыграл полбоя на этом вооружении, и могу, в принципе, даже попробовать переодеться и взять что-нибудь другое под реализацию гипериона. 12 киллов у нас уже есть. Ну, и давайте сейчас посмотрим, что я здесь могу вообще интересного взять. Вообще, у меня в голове был интерес взять... Ой, Сесулендрочку, шикарнейши даю. Был моментик взять рикошета с викингом, да, чтобы у нас прям поменялся и корпус, и средний... И средней дальности пушка. Ну, и смотрю, что от рикошета как раз-таки резистов нету, поэтому мы, в принципе, можем в рамках этого боя викинга-рикошета и взять. Возьму я его, наверное, с гелиусом, хоть и гелиус на сегодняшний момент времени, наверное, не является суперсильным устройством, хотя даже могу взять и устройство за кристалл. Могу вообще взять просто дефолтного адреналина, чтобы уже не было у меня никаких старых донатных устройств. Возьму просто рикошет с адреналином и попробуем его реализовать. Заодно посмотрим, в каком балансе на сегодняшний момент времени находится этот рикошет. Так, где у нас адреналин дефолтный, который за кристаллы продается. Ну, и берем корпус викинг, который тоже можно очень круто реализовать в таких боях. Но, тем временем, противник нам оформляет еще одну доставочку. Да, и катка становится уже более такой опасной. Хоть и начало было целиком и полностью за нашей командой, сейчас уже вы видите, что проблемы у нас в рамках этого боя появляются. Начинает падать у нас дроповая оудишка, под которую я сейчас попытаюсь играть и забрать. Но у нас тиммейты вообще не играют никак под мяч. Просто как будто в ТДМ играют. Ребята и отдают доставку за доставкой в рамках этого боя. Пробуем здесь быстренько покидать урончик по оппоненту. Мне было бы, конечно, неплохо здесь пожить и еще бы аптечку реализовать. Но у нас падает оуди. И теперь уже с нашей команды игроки начинают выходить с карты. Вот так вот происходит игра у нас в матчмейкинге на сегодняшний момент времени. Вот так вот интересно играет. Ну, мы здесь прожимаемся. Не знаю, насколько это было правильно в рамках реализации такого момента. Можно было бы, наверное, здесь и не жать оверку. Но решил я реализовать овердрайв. Все-таки противники имели возможность доставки. Ну и 4 противника мы здесь уничтожаем. Под овердрайвом у нас остается еще 5 минут. Хотелось бы не отдавать так просто мечи противнику. Но противничек уезжает, пытается бориться. Подборчик делаем. Пробуем оттянуть чуть подальше. Может быть наши тиммейты хоть как-то сыграют сейчас под подбор. Ариэса шарик летит. Вот, хотел сказать, я не плохой, но казалось, что он летел плохой. И по итогу противник делает еще одну доставку, да. Что касаемо моего личного счета и реализации гипериона, то здесь все выглядит неплохо. Да, 20 киллов у нас уже имеется. 20 киллов имеется. Резистов у нас нету. Да и вы вообще, в принципе, играя на гиперионе, можете постоянно менять вооружение. В зависимости от того, какие резисты имеет противник, да. То есть, если у противников нет резиста, например, от Рика, там, либо Смаки, либо Страйкера. Да, то есть, вы, например, играете на одной пушке. Смотрите, что от вашей пушки взяли резы. Оп. И сразу же спокойно поменяли вооружение. Так как я, как уже сказал, гиперион работает с практически любым, если не с любым вооружением. Да, то есть, вы можете спокойнейшим образом в этом плане комбинировать, менять. Все это дело так. Пробуем здесь рикошетом отработать. Отлично. Троих респим. Вражеский гром прожимается. Но его, к сожалению, слить я уже не успеваю. 4 минуты до конца боя оставалось. Хотелось бы мне, конечно, попытаться еще в поддоставку сыграть. Попробовать реализацию еще какую-то здесь сделать. Вулкан вражеский прожимает овердрайв. Здесь Хантера Фри сыграет под доставку. И в очередной раз у нас нет никакого дефа. И это очередная очень простая доставка от оппонентов. Грустно, конечно, когда все именно так происходит в рамках матчмейкинга. Матчмейкинга, когда сначала я доставлял мечи просто, грубо говоря, против нуля. Да, потому что противники у нас просто с карты левали. Я вообще думал, что это будет турбо-каточка, которую я выиграю и сыграю еще одну. Да, в связи с тем, что либо матчмейкинг неправильно работал, либо просто танки у нас там лагают. Но по итогу противники зашли. А у нас тиммейты наоборот. Что-то как-то подсдали позиции. Ну и у меня вообще особо нету здесь шансов даже как-то задефать. То есть если я сливаюсь, то и доставка от противника залетает довольно-таки просто. Три минуты до конца, 35% овердрайва. По ощущениям хотелось бы верить, что еще один овердрайв как минимум я успею накопить. Поэтому пробуем здесь слить оппонентов. Спасатель немножечко здесь сейвит хантера приза. Мамонт наш вжимается. У меня есть еще аптечка. Попробуем прожать ее быстро, чтобы поиметь еще одну аптеку. Но у меня здесь хоппер прожимает овердрайв. 26 килов у меня уже тем временем становится. Неплохой результат для реализации именно в рамках Родайлерта. Ну и не хотелось бы здесь быструю доставку отдавать оппоненту. Но по ходу дела... Нет, по ходу дела нет. По ходу дела нет. По ходу дела нет. Так, 60% овердрайва уже есть. Пробуем оттянуться. Пробуем здесь еще покидать немножко урончиков. Блин, сколько спасателей у противников? Один? Я все время попадаюсь на спасателя. У меня уже такое было ощущение, как будто там 2 или 3 спасателя играют у оппонентов. Все, только попадаю под спасателя, под спасателя. Так, миночки начинают работать. Шикарно. Сбиваем аптечку здесь. Трусейдеру. Ну и играем через подбор. Будем играть широко. Попробуем дождаться овердрайва. И под этот овердрайв уже попробуем сыграть. Может быть получится. Может нет. Вулкан здесь. Наш тиммейт тоже пытается что-то сделать. У вражеского викинга Фриза есть овердрайв. Но да, он его пытается реализовать. Пробуем играть шире. Но меня все равно здесь довольно быстро набревают. Крусейдер подбирает. Подбирает. Ну и у нас тиммейт даже уже пишет TeamDate. 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 И Крусейдер просто насквозь пролазит и оформляет доставку. Грустно, конечно, играть в такие бои, когда ты сначала турбо выигрываешь, потом турбо сливаешь. Но если мы рассматриваем реализацию Гипериона, то даже в таком бою, его реализация и его возможности позволяют вам менять и вооружение, и при этом продолжать спокойно и комфортно себя чувствовать. То есть, если бы я был бы сейчас на занерфленном кризисе, все было бы намного хуже. Если бы я был бы на, не знаю, там, Ловкаче, да, хорошо, у меня была бы дополнительная скорость, но у меня был бы кулдаун. Здесь были моменты, когда я долго жил. Соответственно, Гиперион в этом плане смотрится куда более интересно. Ну и вы сами понимаете его универсальность. То, что он подходит под огромнейшее количество вооружений. Поэтому, если вы до сих пор думаете о том, какой дрон вам использовать, либо какой дрон покупать, то однозначно Гиперион на сегодняшний момент времени, в моем понимании, является лучшим дроном в нашей игре. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу Гипериона. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.